Добрый день дорогие друзья! Я решила записать небольшое интервью, потому что очень много вопросов бывает по тем или иным заболеваниям. Хочу вам представить своего уже бывшего пациента, это Рамазанов Кабибулла. Он пришел ко мне с очень серьезным диагнозом, каким он с вами сейчас будет все рассказывать. Впервые он ко мне попал, когда ему было 20 лет. Сейчас это 32-летний мужчина, отец большого семейства. Сколько у тебя детей? Четверо детей. Так что давайте его послушаем, как было? Предоставляю тебе слово. Ну, проблема была у меня, можно сказать, с детства. Были больные суставы, аллергия частая и ангина. С детства какого возраста? С трехлетнего возраста. То есть, в три года первый раз началась ангина, аллергия вместе и это перешло потом в воспаление суставов и дальше это случалось очень часто. От полгода, раз в полгода, раз в год, когда раз в два года и практически сразу мне назначили лечение в виде гормональных препаратов. Гормональные препараты обезболивающие и от аллергии. А какой диагноз тебе поставили? Ревматоидный полиартрит. Ювенильный, я помню. В детстве был ювенильный, ну да, в 20 лет уже был как бы взрослый, уже был полиартрит. А так и ювенильный ревматоидный артрит. Один из диагнозов был болезнь Стилла, которую мне в Израиле поставили. Также еще был аллергосепсис Висслера Фанкони. То есть, как бы диагнозов несколько, но болезнь была... Суть одна? Да. Болезнь что? Суть одна. Больны были суставы и нижние, и верхние, и руки, и ноги. То есть, практически все тело. Все тело и боли были? Боли были практически во всех суставах. То есть, когда обострение, я даже с постели не мог встать. Кормили лежа, все лежа и... Никакого счастливого детства? Ну, в перерывах. В перерывах был практически обычным ребенком, если не считать, что я был на гормональных препаратах, был очень крупным в плане отечности. Такое круглое лицо и все суставы тоже немножко деформированы. Попал в коралловый клуб. Случайно, как и многие, узнал о воде. Меня это заинтересовало. Потом дальше сказали, что есть такая вот диагностика по капле крови и могут посмотреть, сказать, как конкретно для меня назначить... Объяснить, что со мной не так. и как с этим бороться. И мама, конечно, к этому скетически отнеслась. Когда увидели кровь, уже не было никаких сомнений, что что-то с этим надо делать. И программа была очень тяжелая, потому что там кроме... Был детокс. Она тогда так не называлась, как сейчас. Не было такого комплекса. Но... Были программы очищения, которые мы делали, ты делал поэтапно. Да. Да. То есть была противопористальная программа, была коловада плюс. Потом краткое временное питание, потом опять очистить коловаду. И дозу гормонов я вот за эти полгода полностью перестал пить. То есть за полгода смог избавиться от того, чего не мог на тот момент последние лет пять. То есть почти пять лет я без перерыва пил преднизолон и метилпред, потому что не мог перестать. Как только переставал, сразу опять начиналось обострение. И месяц-полтора я лежал в больнице. То есть хочу заметить, что при этом заболевании практически нет лечения. Единственное, что могут сделать врачи, это снять симптомы вот этого заболевания. И практически, вот повторюсь еще раз, лечение нет, только симптоматическое. Вот если болит, сделай так, чтобы не болело. Опять-таки, глушилось это все гормонами в больших дозах. Ну и дальше что? И дальше, как уже сказали, стал отцом большого семейства. То есть у меня никаких рецидивов нет ни по ревматоидным, не по ревматоидному артриту. У меня после этого, в принципе, здоровье стало настолько хорошим, что у меня даже, когда эпидемии гриппа бывает, я даже гриппом не болею. У меня единственное, что бывает, только насморк. Насморк там, сопли, только это. Ну, а точно такое, да? Да. А так? И сейчас ты тоже издев нет, потому что ты регулярно употребляешь продукты, получается. Я постоянно пью. Постоянно пью. Постоянно пью коралловую воду. Без нее я все эти 12 лет, может быть, там, редко, когда ее не пью. А все остальные продукты, когда кормят? Периодически, да, очищение. По концепции зарублено. То есть здесь есть регулярная профилактика. Это процитарные программы, это очищение кишечника, ну, соответственно, питание правильное, да, то есть правильно, там много разновидностей есть питания, поэтому здесь вот... Скажи, пожалуйста, вот у тебя четверо детей, что пьют твои дети? И вот жена была беременна, я знаю, она приходила, мы консультировались, и до и после, и во время, когда дети родились, да, сейчас эти дети тоже как бы под моим контролем. Что пила жена твоя, когда хотела стать, да, матерью, и далее, во время беременности? Ну, пила в тот момент также питание получала, я не помню точно, что именно. Ну, также витаминная она пила, да. Во время беременности пинаталь пила. Пинаталь, воду, железо, да, то, что не гемоголин был, пониженный. Пониженный марикулер. Железо, флорелу она пила тоже, спирулину. Железо очень быстро, хорошо поднималось тоже у нее, то есть держалось нормально, хотя, за счет нашего железа. Вот детишки у тебя какие любят, что любят? Детишки, все, что им даешь, ну, мелкий, конечно, самый младший, он капризный, не все хочет есть. Ну, сладкие, витаминные, омегу это он ест. А хлорелу, когда как, когда настроение есть, но нормально ее живешь, когда нет настроения, он может, ну, как все дети говорили. Ну, как все дети, да, хочу, не хочу. Понятно. Так, скажи, пожалуйста, что, что помогает тебе вот в такую жару, в такое, вот ты, я знаю, что очень много работаешь, да, потому что покорми семейство, вот, что помогает тебе держать себя в форме? Много воды. Много воды, а что еще? Что еще? В данный момент сейчас питание, недавно прошел противопаристарную очистку, сейчас кратковременно питание получаю клеточное, дальше хочу кладоводу. Клеточное, давай уточним, потому что люди не знают, что такое клеточное питание, что заходит? Хлорелла, люцерна, папайя, как это, ну, после противопаристарной очистки осталось, ну, витамины, минеральные комплексы, все, которые у нас есть, то есть, одно закончится, беру что-то другое, меняю. Ну, пополняешь свои витамины, минеральный запас, потому что во фруктах и в овощах, и этого практически нет. Спасибо большое тебе, Кобя-Була. Пожалуйста. Вот, я думаю, твой опыт жизненный, и он очень пригодится другим людям. Еще раз благодарю тебя, спасибо большое. Пожалуйста. Спасибо.